Друзья, добрый день! Меня зовут Мусинок Евгений. Я сейчас нахожусь в городе Минске, национальный аэропорт Минск-2. У меня не было обзора по этому аэропорту, я хочу вам его показать. Аэропорт находится за городом, где-то около 20 километров от города. Добраться до сюда можно на автобусе, маршрутках, такси, на машинах на своих. Здесь есть платная парковка, посещение, въезд на 15 до 15 минут бесплатно, два въезда в день можно сделать, потом будет платно. В зоне возле аэропорта парковка дороже, а если взять туда немножко дальше, парковки большие, там дешевле. Аэропорт состоит из трех этажей. На первом этаже зона прилета, на втором зона вылета, ну и третьем этаже это зона отдыха и зона для персонала. Рядом здесь есть несколько самолетов, сейчас вам покажу их, в принципе фонтан посередине и сам аэропорт покажу. Аэропорт отремонтировали, его продолжают ремонтировать, аэропорт хороший. Сейчас, по сравнению с тем, что было раньше, лет семь назад, это просто день и ночь. Это зона вылета, находится на втором этаже, здесь посередине находятся фонтаны, парковка слева, парковка посередине, несколько самолетов и справа еще одна парковка. Вот мы с вами попадаем в зал вылета. В принципе, это практически край аэропорта, там находится, я так понимаю, бизнес-зона, там же слева находится аптека, почта. Все, как обычно, находится информационное табло. В информационном табло находится ваш рейс, время вылета и врата посадочные, в которых вы будете успеть сдачу багажа, получение билета. Посадка осуществляется вот в этих зонах, видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Например, я сейчас лечу до Москвы, у меня рейс СУ-18-41, 15-45 и посадка через 16-17 стойки регистрации. Это первый этаж, зона прилета. Здесь, видите, тоже есть большое информационное табло. Упаковка багажа в 10 рублей, это примерно 5 долларов. Если вы потерялись, не знаете, что делать, справочное информационное здесь вам подскажут, помогут, дадут информацию, можете сюда всегда смело обращаться. Как правило, сотрудники разговаривают на английском языке, вы можете и на английском языке. Есть несколько зон, где можно покушать, видите, вот одна, там вначале еще одна была. Здесь же рядом находятся душевые, можно принять душ, это платно. После того, как вы прошли регистрацию, как обычно вы находитесь, где у вас осуществляется посадка. Вот видите, здесь на указанном вылет А и Ф. Здесь вы будете показать пограничный паспортный контроль. Также в аэропорту есть несколько магазинов. Можно купить спиртные напитки, чай, игрушки и так далее. Ну, в принципе, все. Видите, там аэропорт заканчивается. Там сейчас еще идут ремонтные работы, поэтому туда можем сходить, конечно, но там особо делать нечего. Я ходил, там все как раньше было. Вот он, смотрите, это новый аэропорт. Сейчас мы с вами пойдем в старую часть. Здесь еще идут работы ремонтные. Там регулярные рейсы, которые между Москвой и Минском. Посадка. Вот как выглядел раньше аэропорт. Видите, такой в мраморе весь. Ну и вот посадка. Билеты мы получили. Сейчас терминал Е. Проходим сначала досмотр. Потом попадаем в зону пограничного контроля. Ну, меня вытолкали из зоны пограничного. Вернее, досмотра из пограничного, потому что у меня нет здесь пограничного. У нас нет границы. Сказали, снимать там нельзя, конечно. Мы попадаем в зону дьюти-фри. Ну и в зоне дьюти-фри здесь у нас все хорошо. Вот салями белорусского производства. Нам, скорее всего, нельзя будет покупать ничего, потому что у нас внутренний перелет. Ну вот. Вот и вся наша зона вылета. Небольшой бар. Цены здесь в белорусских рублях указаны. Это будет дьюти-фри. Как я понимаю, мы попасть в зону дьюти-фри для международных линий, которые в СНГ не можем. О, здесь еще один. Здесь тоже есть и виски, и текила, на Бехеровке, и другие, на пяти белорусского производства. Ну вот там вот находятся нормальные дьюти-фри. Уже это другой зал. Там цены в евро, но опять-таки там все по билетам. Если у вас билеты были бы между Москвой и Минском, ничего бы вам не продали. Какие классные кресла здесь есть, смотрите. Мне очень понравилось в Австрии. У них тоже есть такие зоны отдыха, где можно подержать, посидеть, вытянуть ноги. И вот даже у нас тоже есть прикольные штуки такие. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok